Доброе утро! Желаем бодрого и продуктивного дня всем жителям и гостям нашей республики. Впереди много интересной информации. С вами программа «Народное утро» на телеканале НТМ. Не переключайтесь! 28 июля в народе носит имя Владимира Красносолнышко. Именно в этот день почитают князя Владимира, который был причислен к лику святых. Издавна в этот день запрещалось работать на земле, так как считается, что у человека могли возникнуть галлюцинации, мороки, которые насылают злые силы. Еще в этот день родители, у которых есть дети, не умеющие держаться на воде, должны отвезти их на речку и научить плавать. По народным приметам, если в этот день утки на водоемах ведут себя беспокойно, жди несчастья. Если кузнечики громко стрекочут, грядет ясный и погожий день. Но этот день, как правило, был дождливым. Будем надеяться, что сегодня солнечная погода останется с нами. В Русской Православной Церкви 28 июля празднуют День Крещения Руси и чтят память святого равноапостольного великого князя Владимира. Князь Владимир был сыном князя Киевского Святослава и внуком святой княгини Ольги. В 987 году Владимир захватил город Херсонес, принадлежавший Византии, потребовал руки царевны Анны, сестры византийских императоров Василия и Константина. Братья настояли на крещении в православии князя Владимира. Благодаря подвигу князя Владимира в конце 10-го – начале 11-го столетия произошло крещение Руси. Сначала в Древнем Херсонесе, где в 988 году крестились сам князь с дружиной, а затем в водах Днепра и других русских рек, где совершалось массовое крещение наших предков. Существует легенда, что перед крещением Владимир ослеп, но после принятия новой веры прозрел. Историческое крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию. Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города, однако крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий, до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования. Сегодня этот праздник становится все более известным в стране. В разных российских городах в этот день проходят массовые культурные и благотворительные, богословские и просветительские мероприятия, крестные ходы и другие события. Их основная цель – укрепить в общественном сознании представление о крещении Руси как об особой исторической дате в жизни славянских народов. Доброе утро, дорогие друзья! По статистике, большинство населения имеют малоподвижный образ жизни из-за сидячей работы. Из-за этого мы имеем проблемы с шейным, поясничным, а также позвоночными отделами. Для профилактики мы подготовили комплекс упражнений, направленные на опорно-двигательный аппарат. Моя ассистентка Мария мне в этом сегодня поможет. Первое упражнение – это наклоны головой в сторону. Мы максимально стараемся прижать нашу головку к плечку, при этом помогаем противоположной рукой. Другое плечо у нас тянется вниз, растягивается шейный отдел. Следующее упражнение – это вращение плечевым суставом. Мы с максимальной амплитудой пытаемся соединить наши плечики в области лопаток и делаем наши большие круги. Следующее упражнение – это раскрытие и закрытие диафрагмы. При скручивании диафрагмы мы максимально отводим наш грудной отдел назад. При раскручивании мы прогибаем поясничку и стараемся отвести ручки как можно дальше. Затем мы делаем упражнение на наш позвоночник. Мы поднимаем с вами ручки, при этом одна рука у нас находится в постоянном напряжении. Противоположной рукой мы делаем круговые вращения. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что наш корпус разворачивается немного на диагональ, а ножки у нас остаются прямыми. Следующее упражнение – это наклоны в сторону. Мы с вами берем нашу руку и максимально отводим ее в сторону. При этом растягивается боковая область спины. То же самое мы повторяем и с другой рукой. Заключительное упражнение – это поднимание рук к замке за спиной. Мы сводим наши ручки и поднимаем их. Следим за тем, чтобы наши лопаточки были соединены. Первоначально мы делаем наше поднимание с небольшой амплитудой, а в конечном итоге мы стараемся наклониться и отвести наши ручки как можно дальше. Это были основные упражнения, направленные на профилактику опорно-двигательного аппарата. Делайте упражнения регулярно и ежедневно. Вы будете чувствовать себя лучше и бодрее с утра. Овны. Не огорчайтесь, если день начнется не слишком удачно. Влияние позитивных тенденций вскоре наберет силу, и вы увидите перемены к лучшему. Утром стоит избегать споров, да и обсуждений серьезных вопросов. Едва ли будет конструктивным. Зато можно сосредоточиться на делах, требующих внимания к мелким деталям. Тут вы отлично справитесь. Тельцы. Найти общий язык с окружающими будет непросто, но вы не станете сердиться из-за пустяков, не поддадитесь на провокации и никому не позволите вывести вас из равновесия. Не исключено и нарушение давних договоренностей. Однако все это не помешает вам достичь нужного результата. Близнецы. Вас ждут приятные сюрпризы и хорошие новости. Из-за неожиданных известий некоторым близнецам нужно будет изменить планы. Но представители знака не растеряются, постараются извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Самых заметных успехов вы добьетесь там, где требуется изобретательность и творческий подход. Раки. Сохранять спокойствие будет сложнее, чем обычно. Даже незначительные события могут показаться очень важными. Не спешите принимать решения. Потребуется некоторое время, чтобы во всем разобраться и понять, как лучше действовать. Не исключено, что в этом помогут люди, которых вы раньше не раз выручали. Львы. День пройдет довольно беспокойно. Окружающие будут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела, порой не на шутку раздражая. Но вы справитесь с негативными эмоциями, найдете способ сгладить острые углы и ни с кем не поссориться. Ваша способность договариваться и находить компромиссы на многих произведет впечатление. Девы. День будет благоприятным для общения. Он подойдет и для обсуждения рабочих вопросов, и для разговоров о личных делах. Даже люди, прежде интересовавшиеся только собственным мнением, сегодня примут во внимание вашу точку зрения. Вероятно, перемены к лучшему в отношениях, до последнего времени складывавшихся напряженно. Весы. Беритесь за самые сложные дела. Сегодня у вас будет шанс отлично с ними справиться. Начинайте с того, что действительно важно, и не отвлекайтесь, пока не добьетесь нужного результата. Первая половина дня подойдет для самостоятельных действий. Позже вы сможете договориться с кем-то о сотрудничестве. Скорпионы. Сосредоточьтесь на важных делах. Сегодня звезды будут на вашей стороне. Благодаря их поддержке вы отлично справитесь со многими сложными делами. Добьетесь даже большего, чем ожидали. Хорошо пройдут деловые встречи. Некоторые скорпионы получат заманчивые предложения о сотрудничестве. Стрельцы. Едва ли удастся придерживаться планов, составленных раньше. Куда вероятнее, что придется импровизировать, придумывать что-то на ходу. Вы отлично с этим справитесь, если не будете слишком волноваться. Наверняка пригодится опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему вы быстро найдете путь к цели, не допустите досадных ошибок. Козероги. Начало дня порадует хорошими новостями и удачными совпадениями. Не исключены в это время и приятные встречи. Успешно завершатся деловые переговоры, об исходе которых вы беспокоились. Не исключены денежные поступления, в том числе и из неожиданных источников. Заключенные сделки принесут прибыль. Водолеи. Вряд ли день обойдется без мелких недоразумений или неудачных совпадений. Однако они не будут иметь серьезных последствий и вскоре просто забудутся. Так что особенно переживать не стоит. Рядом будут люди, готовые прийти на помощь, если это потребуется. Не стесняйтесь обратиться к ним за поддержкой или советом. Рыбы. Не стоит начинать день с важных переговоров, обсуждения серьезных вопросов. Подождите немного. С приближением вечера находить с окружающими общий язык станет заметно проще. Не исключены значительные денежные поступления. Не спешите тратить полученные. Эти средства вскоре могут пригодиться для чего-то важного. Доброе утро, дорогие друзья. Мы находимся в зале современного отечественного искусства в разделе декоративно-прикладного искусства. Сегодня мы познакомимся с произведениями заслуженного художника Мордовии Алексея Осиповича Почанина. Алексей Осипович яркий представитель палехского искусства. Родился он в Ульяновской области, закончил Палехское художественное училище и на протяжении более 50 лет работает в различных направлениях. Он многогранный художник, работает и в области монументальной живописи, книжной иллюстрации, лаковой миниатюры и портрета. В фондах музея хранится более 10 работ этого талантливого художника. Одна из известнейших его работ представлена в постоянной экспозиции. Это «Триптих. Край мордовский». Первое панно было создано в 1979 году. Прежде чем приступить к работе, художник очень тщательно изучал мордовскую культуру. Очень тесно сотрудничал с сотрудниками музея, изучал костюмы, цветовые сочетания, особенности одежды мордвы-мокши и мордвы-эрзи. В результате этой кропотливой работы появилось панно «Хлеб». Центральная часть композиции состоит из трех фигур. Это мужчина, женщина в национальном костюме, эрзианки, мокшанка. И вся эта динамичная группа свидетельствует об особом порыве, об особом героическом порыве и готовности жертвовать своими силами, своей жизнью во имя великих идей. В каждом уголке этого произведения мы видим отдельные сюжеты, но в целом это одна общая история о жизни мордовского народа. Здесь художник обращает внимание и на тружеников села, здесь он воспевает и достижения в области техники и науки. Следующее панно «Непокоренное» было создано в 1980 году. Эта работа уже связана с тем, что художник обращается к эпосу «Си-Жар». И мы сейчас с вами познакомимся с этой работой. В центральной части произведения мы видим Си-Жара, богатыря-защитника мордовской земли, который бросил, оставил свои трудовые будни и встал на защиту Родины. Произведение звучит яркой патриотической нотой. И творчество Алексея Иосифовича Почанина отличается и наполнено оно такой активной гражданской позицией, духом патриотизма. И всегда в его творчестве, в его произведениях добро побеждает над злом. Следующая работа, которая также представлена в нашей экспозиции, и часть этого триптиха – это «Рожденное октябрем». Здесь уже художник тщательно интересуется историческими вехами мордовского народа, часто приезжает в город Саранск, видит архитектуру. И поэтому в этом произведении мы увидим знакомые достопримечательности города Саранска. Здесь мы видим и памятник героям-стратонавтам, и даже наш музей Эрзи. В целом следует отметить, что творчество Алексея Иосифовича Почанина – это яркая история о жизни народа в палехском искусстве. Не зря про него говорил известный писатель, журналист Николай Иванович Шубаков, называя его творчество мордовским наречием палеха. И действительно, это особый язык, в котором воспевается яркая образность и поэтичность народных традиций. И действительно, его творчество является достоянием культуры Мордовии и России. Поездка на море – один из лучших способов отдохнуть и переключиться от городской суеты. Согласитесь, что отдых у моря – это одно из самых долгожданных событий в году. Вдыхать солнечный воздух, слушать крики чаек и наслаждаться шумом прибоя. Чтобы ничего не нарушало идеальной картины, давайте научимся правильно складывать чемоданы и разберемся, что взять на море. Знаем это сложно, поэтому мы составили список вещей, с которым сборы пройдут быстро и безболезненно. Закон подлости никто не отменял. Точно понадобится именно то, что вы не взяли. Но и тащить с собой тяжеленный багаж тоже не вариант. Следует грамотно сбалансировать содержимое, чтобы и не страдать без необходимого, и не сорвать спину, пытаясь увезти с собой половину имущества. При упаковке нарядов важно держать себя в руках и не набирать лишних вещей. Не заполняйте баулы под завязку. Наверняка захотите купить обновок на курорте, привезти домой сувениры и деликатесы. Обязательно продумайте, чем будете заниматься. Валяться на песке, ходить на экскурсию по городу и за его пределами, посещать рестораны и бары. Учитывайте особенности климата в регионе. Куда направляетесь, насколько активно там солнце, часто ли идут дожди, какая температура вечером и ночью. В зависимости от этого и формируйте гардероб. Для девушки в этом случае главное соблюдать умеренность. Вы же не на модном показе, чтобы менять снаряды несколько раз в день. Лучше брать действительно практичные и удобные вещи. Прежде всего, конечно, отдых у моря предполагает пляжную одежду. Мужчинам стоит захватить с собой пару плавок, женщинам как минимум два купальника. Пока один будет сохнуть, ему на смену придет запасной. Дамам также пригодится легкая парео или накидка, которую можно набросить между заходами в воду. Даже если большую часть времени планируется проводить на пляже или у бассейна, все же необходимо захватить с собой и ту одежду, в которой можно выйти в город, зайти в кафе, поехать на экскурсию и так далее. Универсальный летний набор как для женщин, так и для мужчин. Шорты, легкие брюки, несколько универсальных футболок, которые подходят к остальным предметам гардероба. И, конечно, обязательно головной убор, который защитит от палящих лучей солнца. Представительницы прекрасного пола также при желании могут дополнить этот перечень юбками, летними сарафанами. Если планируется посещение ресторанов или каких-либо мероприятий, в чемодан стоит положить как минимум один наряд на выход. Для мужчин это может быть костюм или рубашка с брюками. И первый и второй вариант должен быть достаточно легким. Для женщин несколько красивых платьев. Нежелательно вести дорогие ювелирные украшения. Ограничьтесь яркой бижутерией. Планируя отдых на пляже, важно позаботиться о том, чтобы было подходящее для каждого члена семьи солнцезащитное средство с высоким фактором защиты. В среднем этот показатель должен составлять от 30 до 50, защищающий от ультрафиолетовых лучей. Будет ли это крем, спрей, молочко или лосьон, зависит от индивидуальных предпочтений. И последнее. Собирая чемодан в отпуск, не стоит заполнять его так плотно, чтобы не осталось ни одного свободного сантиметра. Ведь после отпуска у моря человек нередко возвращается с еще большим количеством вещей, чем брал с собой в поездку. Как минимум багаж пополнится сувенирами для друзей и знакомых. Хорошего вам летнего отдыха!